привет народ привет сейчас мы находимся возле костела классного строения может собор петра и павловых столов подойдем посмотрим уже вечереет возможно так хорошо будет видно но если честно очень жарко было прикиднем повторюсь в июле мы гуляли в курточках через месяц конец августа мы гуляем уже как летом футбол как летом ну чуть-чуть вечер как бы набросила свитеров как очень красиво класс так смотрите 12 святых из библии возможно камера будет немножко дергаться потому что снимаю нанташин телефон и нет у меня стабилизатора ну красивый собор такой по моему это вот писалось что это первый собор в стиле барокко да барочном стиле я еще и прочитание так википедию красиво да женщина поет красота ну что друзья мы пробуем зайти внутрь вчера было закрыто не знаю что сегодня очень красиво наташа беспокоится что на в шортах ну ладно тут много людей в шортах между прочим идет вопрос можно ли будет там снимать у давайте еще здесь и замрем на чуть-чуть очень красивая польша очень гостеприимная просто оторваться не могу честно что-то 20 злотых за вход наверное ну не знаю наверно мы просто в интернете посмотрим что там стоит ли это вообще вход это будет служба как бы а мы уже показали из всех палацов в мариадске или или там будет через какой-то я не знаю не знаю что там сейчас будет 20-20 злотых 20 злотых 20 злотых вот ну не понятно пока что там еще не могу испытать за счет удалось просим если там на органе и сколько будет это да да я в обычной концерт 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 в Здесь в репортуаре есть этот пандерский греческий дворец. А сколько раз? Минуты? Один час или полтора часа. Один час или полтора часа. А когда начинаешь? И восемь. В восемь. В восемь. В восемь. Ну как? Не знаю. Че божане? Не. Божане погуляти в Кракове. Ага. Если ты хочешь, только у нас сиди в крючок и ты сел цилишь. Не. Ну, я уже как сказать в таком виде... Ходила там по выставкам в Сингапуре. Мане, ренессансы. Ну чего? Тебе разве не понравилось? Мы очень долго там были. Я все картины посмотрела, а Наташа стояла. Ну я не взбираюсь просто об этом, это не есть плохо. Просто я в такой мир не вижу. Ну, подожди, ты можешь отличить красиво от некрасиво, вот и все. Нарисовано, я могу отличить, нарисовано или ненарисовано. Ну, тогда придем, может быть, дай бог попозже. Все покажем. Ох, подходим мы уже днем, следующего дня, к собору Петра и Павла. А это, по-моему, рядом Андрея Первозванного, да? Андрея, по-моему, да, вот мы так читали, что рядом Андрея. Сейчас в свете вам покажем 12 святых и попробуем зайти внутрь. Вот вчера там женщина пела, сегодня играет мужчина. Ну, людей поменьше уже. В средний будень, все, идем, посмотрим сейчас. Вот он, костел Петра и Павла. Зайдем. Ну, вот уже в таком дневном свете более полюбуемся фресками. Повторюсь, это первый барочный, барочный, я даже сказала. Храм в Кракове. Очень красиво. Ну, пойдемте посмотрим, что внутри. Кстати, и там памятник есть, но мы не поняли, кому, если честно. Такая рука вытянута, ну, честно, мне Супермена напоминает. Просветитель. Ну, да, очень много людей заходят и в шортах, и в этом. Так что я думаю, что снимать можно будет без вопросов. Пойдемте попробуем посмотреть, что там. Стена очень красивая, стена, точнее, ворота, ворота. Так что, ну, здесь много концертов проходит. Вот 8 вечера. Наташа вчера еще пыталась, хотела на него попасть. Ой, неприятно как. Смотрите, снимать нельзя. Ну, давайте тогда через стекло попробуем посмотреть. Сейчас. Подождите, не будем нарушать. Еще станем так подальше тут. Мальчик секьюрити стоит. Фотографировать нельзя. Ну, видишь, тут уже мы не нарушаем. Ладно. Чему-то нельзя, слышка нельзя. А, да? О, туда пошли внутрь. Я думаю, что-то прям как-то притормозило. Ага, снимите шапку. Ну, ладно, я сниму в лазер, конечно. Посмотрим. Кто-то не снимает? Ну, ладно. Вот такой. Ну, не знаю, снимать можно или нет. Давайте хоть что-то посмотрим. Кстати, лайфхак. Я стою за колонной и секьюрити меня не видит. Ух ты. Все вот сюда вот трогают. Смотрите, есть гиды на каких языках. Это что, бесплатно? Я не знаю. Я думаю, бесплатно. Я читала, выглядит бесплатно. А, вот наушники висят. То есть, можете взять. Вы будете понимать, про что говорится. Наверное, включать-выключать. Очень круто. Я, кстати, на меня секьюрити глянула и ничего не сказала. Прекрасно. Девочки вообще в шортицах. Прикольно. Наташа в шортах. Ой, да и у меня чуть-чуть закатанное. Ой, да и у меня чуть-чуть закаткаю. Открысаковать. Ой. Очень красиво, спокойно, чистенько. Мало людей. Ну, чистенько, но я с виду, что такого натов-народа нет. Сейчас подойдем, посмотрим некоторые объекты, фрески. Ну как, если вход бесплатный, ну, конечно же, рекомендую здесь побывать. Что я такое? Давайте проникнем внутрь. Если вы с нами, то нам не страшно. Ага, ну вот такие же марилевчики. То есть мы вот тут проходили уже с вами. Кстати, так необычно, что все идут в харам. Все идут в харам-шортах. То есть, ну, прикольно. Корона какая красивая. Ага, святая мама. Значит, с младенцем Иисусом. Пейнтед эвуд. Разрисовала дерево 15-е столетие. А какое именно дерево? Что-то не сильно понимаю. И вся святая церковь разрисована. Ну, пейнтинг. Винни рейтинг, не знаешь, что такое. Исмиракулус. А, и вся святая церковь сама разрисовалась? Как чудо. Ну, прикольно. Как я поняла, святая Дева Мария что-то стала рисовать. И вся церковь сама разукрасилась. Ну, интересно. Как Наташа говорит, я люблю придумывать истории. Ну, а я не придумала. Вот как замереть и рассматривать. Красота такая. Что там? То есть, кто-то кого-то не хочет идти, да? После Вавельского замка. Ну, я пойду. Наташа, подержи ее. Так, Национальный пантеон. Это то есть, кто здесь, наверное, похоронен. Ну, после Вавельского замка Наташа сказала, что в гробы не пойдет. А мы с вами пойдем. Наташа потом посмотрит на видео и поставит лайк. Сейчас подождем, пока люди выйдут. А так открывается еще так прикольно, чтобы там меня не закрыли, правда? Оставляю Наташу. Так, ну давайте. Люди уже вышли. Нырнем с вами, друзья мои. Нырнем. Так, ну главное, чтобы холодно за него. Ну, пока не страшно. Пока не страшно. А люди ходят, ну, вообще не страшно. Так, а, это свечки, да? И записки за упокой. То есть, свечки, как тогда я в Варятском ставила, 2 злотых. А там было, по-моему, 3 злотых или 2 евро, что такое. Ой, я, наверное, ошибаюсь. Верима в ЗСУ Херсон. Херсон, вы супер. Ух ты. Прошу здоровья для наших родных и близких. Да, дуже прошу мира для нашей страны. Дуже классные записки. Здоровья моим близким и родным. Слава Украине. Очень круто. Вот это да. Верима в поддержку Украины. Донецкая область, Краматорск. Мир Украины. Дети, Лена, Андрюша, Катя, Лиса. Здоровья. Переезду до Польши. Очень классно. Ага, ну вот они начинаются. Это не гробница, это, скорее всего, прах какой-то. Ну, прикольно выглядит. Совсем не пугающе. Надо Наташа сказать, чтобы зашла сюда. Ну, так все сделано. Калысня, чтобы люди зашли и почтили память, они испугались. Ну, вот три гробницы стоят. Ничего так. Это герои Польши, я так думаю, которые внесли большой вклад в Польшу. Я, конечно, не знакома так с историей. Ну, думайте за людьми. Ну, не так, как в Вавельском. В Вавельском даже так страшновато было. И холодно. Здесь чуть-чуть дует. Такой, ну, не знаю, если вы слышите, так шумит и дует. Ну, не как кондиционер. Мне кажется, какая-то система такая запущена. Что это люди назад идут? Ну, что, нема выхода. Ну, давайте глянем. А вот сейчас страшно. Так, пошли отсюда. Ничего здесь нету. Люди, не уходите. Не то, чтобы я боюсь, но у меня клаустрофобия. Я не люблю быть сама в замкнутом пространстве. Так. Надо быстрее выйти, а люди уже идут нормально. Ну, немножко давит, потому что маленькие помещения. Немножко как бы меня придушивает. Я не знаю, у меня вот такой вот клаустрофобный такой сигнал идет сразу. Ага. Вот еще. Ну, то есть, может, тут посидеть, почтить память. А, возможно, это склеп родственников. Я не знаю, как Наташа говорит. Возможно, кто-то и платит себе за места. Слава, мир, мирожек. Polish Playwright. Писатель, прозаик, иллюстратор. Ну, сделано, конечно, прикольно. Честно, у нас напоминает у нас завтрак в таком же ресторане. Проходит в нашем новом отеле в Кракове. Мы вам показали уже два отеля. Ага, ну, вот и все, в принципе, по-моему. Адам Залевский, вот и все. Я хочу поставить свечку за две золотых обязательно, за нашу победу, за мир, чтобы наступил наконец-то. Поэтому еще поставим свечку обязательно. Бишоп оф Краков. Краковский бишоп Анжей Тржебицкий. Бишоп и епископ. Ну, видно, что епископская такая-то вот шапочка. И куда-то наверх идут ступеньки. Наверх, наверное. Наверх к Богу в рай. Все, лучше поставить свечку обязательно. Писать ничего не буду, нету лучки, но просто... Это католическая церковь. Но я верю, что Бог поможет. Все, сейчас ставим свечку и идем к Наташе наверх. Так, денюжку уже кинула. Берем свечку какую-то, джуб. Все, Господи, спаси и сохрани Украину нашу и всех жителей наших. И весь мир отмены. Все, выходим. Вот такой у нас был сегодня поход. Вчера вечером собор Петра и Павла. Немножко вам его показала. Ну, вниз тоже стоит пойти. Мне понравилось. Вот Наташа сидит. Много людей. Видите, красиво. Вот такая красота. А всем желаю мира во всем мире, чтобы вы были счастливы и здоровы. Аминь.